Всем привет, ребят! Сегодня мы протестируем два совершенно новых автомобиля. Это BMW M5 в кузове F90, рейстайлинг, да, компетишн! И BMW X6M, Liberty Valve, в котором мы с вами выбили из рейстайлинг-кейса еще в прошлом ролике. Кто его не смотрел, обязательно посмотрите. М5 именно в таком кузове в рейстайлинге мне очень сильно нравится. Чего только стоит ее эта лазерная оптика, очень все симпатично. Посмотрим, сколько же они стоят, посмотрим, на что они будут способны в стоке, со стейдж третьим и, наконец-то, со стейдж пятым. Будет очень интересно. Ну, а я играю на 20-м сервере, поэтому залетайте ко мне и вводите сразу же промокод LMIKE, чтобы получить кучу крутых всяких разных бонусов. Первая тачка X6M, и я уже вам сразу хочу сказать то, что мне вот этот вот спойлер сзади, ребят, ну не нравится. Ну, какой-то прям колхоз, а не тюнинг. Я понимаю то, что это для аэродинамики, типа это спорт, она должна ехать там быстро и так далее, но типа как по виду, да, эстетично, это мне вот прям не нравится, лично мое мнение. Вот эта скамейка здесь лишняя. Одно дело, это на Nissan Skyline каком-нибудь, да, R34, это очень симпатично, там без спойлера никуда, это придает вида ей. Но как на таких автомобилях, это прям такое, кринжатина. Это то же самое, что на эту новую M5, тоже этот спойлер, блин, навесить огромный. И типа а-ля как круто, да, спортивная тачка у нас. В остальном, не придираться здесь ни к чему, в любом случае, это не стоковый X6, а как бы тюнингованный, да, какой-то вот именно ателье, тюнинг-ателье, вот этот Libertival. Кузов у нас вообще расширенный, с расширителями, посмотрите на арки, здесь дофига пластика, да, карбона, скорее всего, здесь вот наляпана. Морда вся раздутая в обвесе с желтой окантовочкой, капот неоригинальный. Короче, на вкус и цвет. Мне по внешнему виду все нравится, кроме спойлера сзади, все. Очень красиво у новых BMW сделана задняя оптика, мне прям нравится, как она вся подсвечивается, спереди все, фары, все, в общем, красота. Управление здесь не прям какое-то идеальное, оно есть, управляется, но не так, как, знаете, хотелось бы, конечно. Это все-таки не электрический хаммер, где там вообще управляется идеально, идеальной, наверное, нету, да, до сих пор еще. Это не означает, что эта тачка ужасная, нет, ни в коем случае, здесь управление хорошее, наверное, скорее всего, я просто уже придираюсь, да. Ну вот к чему я точно не придираюсь, так это к разгону, разгоняется она очень как-то тяжко, мне такое не заходит. Ну-ка давай-давай, 300 ездить, ну давай. И максималка всего лишь 315 км в час, всего лишь, да, блин. Мои ощущения таковы, то, что этой тачке реально нужны прошивки, ребятки, детали тюнинга. Вот с ними она прям будет, мне кажется, очень-очень даже. В стоке можно ездить, но вас будет постоянно преследовать ощущение, что чего-то не хватает. Так немножечко еще хотелось бы ускорения, разгона, да, максималочки там, управления, возможно. Погнали в СТО, и первым делом давайте поставим сюда стейдж третий сначала. Подвеску также мы не трогаем, и на следующей тачке тоже не будем трогать. По стайлингу самое первое то, что я хочу, это сделать диски черного цвета, вот такого графита, 160 тысяч покупаем. Конечно же, тонировочку в круг, чтобы смотрелось агрессивнее, само собой, нитро, можно даже гидравлику воткнуть. Эта машина позволяет, чтобы мы трогали ширину колес, можно сделать даже вот на 1.3, наверное, чуть, наверное, много. Давайте 1.2, 20 тысяч покупаем. Ну и по цвету давайте сделаем что-то необычное, например, вот такое покупаем. Ну и наша малышка полностью готова. Вот уже со стейдж третьим здесь разгон более-менее вменяемый, и очень хорошо. Мерседес, что ты по встречке ездишь-то? Как надоели эти встречники, еще и Кирюха с моей семьи, а ну-ка, дайте переверну. Управлением эта машина изначально не хвасталась. Разгоняю по прямой, по управлению все вроде здесь так же четко со стейдж третьим, при условии, что подвеску не трогали. Максималка 429 километров в час. Ударился об обойник, и у места скочил спойлер, поломался. Смотрите, ну симпатичнее смотрится же, когда спойлера нету, ну не знаю, блин. А теперь давайте посмотрим разгон с нитро. Подрубаю нитро, и сразу сходу 200 едет, давай-давай-давай, 300. В общем, в идеале ставить сюда стейдж третий, и будете, ребят, кайфовать. Подвеску можете строго не трогать. Ну а я устанавливаю сюда детали пятого уровня, так же подвеску мы, повторюсь, не трогаем. Ну и это уже, конечно же, становится у нас лютое имба. Управление какое-то уже никчемное, что-то оно управляется стало плохо из-за избыточной мощности. Со стейдж пятым я бы, наверное, уже прикупил бы, наверное, скорее всего, подвеску, хотя бы два уровня. Но если при наловчиться, если у вас руки не из жопы, то можно привыкнуть к такому управлению, и всё как бы чики-пуки. Нет такого чего-то, что-то критичное, да? Ну давай-давай-давай, блин, даже по прямой здесь не смог разогнать, её надо будет по новой сейчас пробовать. А ну-ка, попытка номер два, подрубаю нитро, обгоняю гелик, обгоняю мерседес, и ну... 481! Максимальная скорость у нас засек, засёк, засёк, 481 ровно. Со стейдж пять это, конечно же, просто ракета. Ну и что ж, давайте посмотрим ПТС-ку данного автомобиля. И гос, цена у нас по ПТС-ке 13 миллионов, я чё-то думал, что будет подороже. Хотя, с другой стороны, с какого перепуга она должна стоить дороже, если это всего лишь BMW X6, да? Не какой-то на спорткар, блин, Ferrari, там, Lambo. Тачка мне во всех смыслах понравилась, ну, кроме, повторюсь, ещё раз спойлера, а так всё чики-пуки. Ну и следующий, мой любимый, самый красивый, легендарный автомобиль, это BMW M5 F90 Competition, рестайлинг. Про внешний вид тут говорить особо нечего, потому что все знают, как она выглядит. Она есть и у Ахмеда, который в Энглбе, у которого целые, вы тоже, наверное, видели, у него серая M5 такая. Единственное, что меня смущает, так это диски от предыдущего кузова, до рестайлинга, которая, да, какое-то несовпадение. У рестайлинга M5 здесь диски совершенно другие, я прикреплюсь в фотографии, какие здесь диски должны быть. А вот эти диски M5, они от предыдущего кузова. В общем, ладно, не будем придираться, я в любом случае их хочу поменять, потому что они сюда не идут, именно эти. Давайте уже поскорее на ней прокатимся. Во-первых, повторюсь во второй раз, посмотрите на эту шикарнейшую оптику сзади, спереди, как все красиво выглядит. И да, спасибо разработчикам Град Мобайла, спасибо, блин, что вы эту M5 сделали именно такой. А не как предыдущий кузов, которая заточена чисто на дрифт. Спасибо вам, спасибо, что вы сделали ее именно такой, спасибо, блин. Управление, отлично, и разгон уже лучше даже, чем у X6M, ребят, это уже другой разговор. По максималке она у нас едет, блин, сколько она едет, 350 с чем-то, ну-ка, надо еще раз пробовать. Неужели она в 100 и 400 может поехать, давайте пробовать еще раз. 330 есть, 350, ну-ка, 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 363, ну... Да ладно, максималка 376, ребят, чуть-чуть еще и почти 400. Это прям уже хорошая заявочка, заезжаем на СТО, первым делом также здесь покупаю стейч-третий. По цвету ее давайте сделаем вот такой вот темно-синий. Диски однозначно давайте поменяю на вот такие 4 стака, типа кованые. Ширину колес можно на 1,1. Тонировку, цвет дисков тоже на темный. Нитро, гидравлику, ну и наша тачка готова. Со стейч-три, ребятки, она вас будет тоже приятно удивлять. Ну и в стоке она очень даже хороша. Разгоняю ее по прямой, 400 в любом случае берет, надо подрубать уже нитро, ну-ну-ну-ну-ну. И со стейч-три ровно 478. И это уже значит то, что со стейч-пять она точно возьмет уже больше 500. Только сейчас заметил, блин, что там я походу по цвету напутал. И они у меня оказывается какие-то темно-синие тоже диски стали, надо будет перекрасить. Посмотрите на ее внешний вид, ну супер гонка, ребят. Какая же красивая тачка, очень симпатичный и красивый кузов. Всем желаю такую тачку не только на Гранд Мобайле, но и в реальной жизни. Стремитесь к этому. Ну а я на нетрухе лечу обратно в СТО устанавливать стейч-пятый. Блин, как же комфортно и приятно на ней гонять. Детали полностью установил. И смотрите, в СТО у меня диски как будто черного цвета, да, графита такого темного. А на улицу выезжаю, они становятся какие-то синие. Может быть это просто забагалось она как-то, надо просто перезайти в игру, не знаю. Еще раз на всякий случай куплю, мало ли. И да, ребят, они просто слишком сильно блестят, и поэтому мне так кажется, что они синие. Вон с этой стороны, если посмотреть, полностью черные. В общем, ладно. СТЭЙЧ-5 М5 и Ф90 кузов Компетишн, погнали! Это уже не для криворуких, ребят. Здесь уже реально нужно уметь ездить на машинах. И смотрите, за СТЭЙЧ-5 ее легко уже можно перевернуть. И это огромный минус. Я ненавижу такие тачки, которые там начинают вот так вот делать, да, переворачиваться. Это может быть можно исправить тем, что я сделаю колеса шире. Но оно будет по виду, конечно, это очень стрёмно смотреться. Подрубаю нитро. Давай, давай, давай. Опа, инкассаторы. 500 точно есть, и максималка 533 со СТЭЙЧ-5. И отбойник, здравствуйте. Кого-то еще я, возможно, огорчу, но это не та тачка, которая может дрифтовать. Да, очень хорошо давать угла. Для дрифта, пожалуйста, берите предыдущий кузов и наслаждайтесь. Кто хочет прям гонку-гонку, то берите уже вот такую. Они, можно сказать, по-своему хороши. Но и давайте посмотрим теперь ПТС-ку. И госцена у этого автомобиля ровно 17 миллионов. У ИС-6 М13 было здесь 17. 18.